Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Как-то так получилось, что со словом «видеоконференция» стало ассоциироваться слово «зум». Но на самом деле до «зум» существовали «апеер» и «джитси» и они никуда не делись. Точнее «апеер» сделал «дизапеер», то есть исчез и сейчас вместо него появился «вэрбай». По легенде владельцы сервиса не смогли зарегистрировать торговый знак, поскольку «апеер» — это глагол и им пришлось сменить название. Легенда красивая, потому что «вэрбай» — это вообще союз и если так, то у разработчиков богатое чувство юмора. Интерфейс «апеер» изменился вместе с названием, как и правило работы, поэтому можно говорить о глобальном изменении сервиса. Неизменным осталось то, что «вэрбай» не требует установки никаких дополнительных приложений и так же как «джитси» работает из-под любого браузера. Обзор «джитси», как, впрочем, и «зум», я также делал. Ссылка в описании. О главном достоинстве «вэрбай» я сказал — он не требует никаких дополнительных действий. Регистрироваться в сервисе нужно только в том случае, если вы хотите инициировать разговор, то есть создать комнату. Собеседнику не нужно делать даже этого. А вот главный недостаток, и насколько я помню, в «апеер» этого не было. На бесплатном тарифе конференция ограничивается четырьмя участниками. Но зато тут нет ограничений по времени. Итак, мы создали комнату, и на этом подготовительный этап заканчивается — можно приступать к общению. То есть копируем линк, отправляем собеседнику. Линк предельно простой — это название вашей комнаты. За вами оно закрепляется — тоже удобно. Что касается настройок аккаунта — их тут, по-моему, всего три. Можно удалить комнату, присоединиться к кому-то. Но то же самое можно сделать, просто набрав в браузере имя комнаты. На платном тарифе можно было бы добавить еще комнаты, не знаю, насколько это нужная функция. И да, в профиле можно поменять аватар, а из настроек — только удалить аккаунт. Итак, вот со второго компьютера мы пытаемся перейти по ссылке. Нас просят ввести имя, просто чтобы понимать, кто в беседе, кто. Еще раз, нас не просят даже зарегистрироваться. И дальше предлагают отправить запрос на доступ к камере и микрофону. И нам остается дождаться ответа от организатора, поскольку в настройках конференции стоит закрытая комната. То есть организатор должен запустить участников. Кстати, единственная нетривиальная вещь здесь — это, собственно, запуск конференции для организатора. Нужно кликнуть на название комнаты вот здесь. Также доступ к микрофону и камере, и запускаем конференцию, к которой уже стремится подключиться в оволом. Запускаем. Все. Общение начинается. Что здесь есть? Камеру включить, выключить. Микрофон включить, выключить. Кстати, эта функция есть и в Zoom. При выключенном микрофоне, если нажать пробел, пока вы его держите, микрофон включается. Отпускаете — выключается. Очень удобно, если нужно сказать буквально два слова. И вот это очень удобная штука. Во-первых, можно расшарить экран. Ну это понятно. Весь экран, одну из открытых программ или даже одну из вкладок Вивальди. То есть открытого в данный момент браузера. Но кроме того можно расшарить документы из сторонних приложений. Вот, например, YouTube. Либо вставить ссылку, либо что-то из расшаренного ранее. Мне кажется, очень круто. Вот так это будет выглядеть, если у участников подключены камеры. Кроме того, тут есть чат. Закладка People только у организаторов. Тут можно, например, замьютить какого-то чересчур разговорчивого человека или вовсе удалить его из беседы. И, собственно, покинуть конференцию. Либо остановить для всех, либо уйти с маму. Все. Еще удобная штука — это вынести конференцию во внешнее окно. Это на случай, если конференция неинтересная, но надо делать вид, что ты в ней участвуешь. Тогда можно заниматься своими делами, формально оставаясь на связи. Дальше минимальные настройки. Если у вас несколько устройств ввода-вывода, можно выбрать. И настройки комнаты, где есть только переключатель на открытую и закрытую комнату. Это есть еще вот здесь. И можно включить таймер. Вот здесь он появляется. И на этом, наверное, я бы сказал, что все. Как вы смогли убедиться, все основное тут есть. Ограничение в 4 человека на бесплатном тарифе — это неприятно, но простота использования, я думаю, восполняет этот недостаток. Качество связи, кстати, тут очень и очень не дурно. Еще один недостаток бесплатного тарифа — отсутствие записи. Если хотите запись, переходите на ProPlan, говорят нам. Поэтому даже не знаю, что лучше — ограничение в 40 минут на бесплатном тарифе в Zoom или на 4 человека и отсутствие записи здесь. Не помню, кстати, есть ли в Zoom запись на бесплатном тарифе. По-моему, есть, но только на компьютер. Все любите друг друга. Я, кстати, съездил в отпуск, чего вам и желаю, это очень важно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.